А знаете ли вы, кто самый знаменитый раб в истории? По мнению ученых, им слывет Спартак, сумевший поднять одно из крупнейших восстаний невольников в Древнем Риме. Он был воином из Фракии, но попав в плен к римлянам, стал гладиатором. В 74 году до нашей эры, вместе с двумя сотнями последователей, захватив оружие в школе гладиаторов, он бежал к Везувию. Там к отряду присоединились рабы с соседних плантаций и других гладиаторских школ, и число восставших постоянно пополнялось новыми беглецами. Рим в то время вел одновременно несколько военных компаний, и сил на борьбу с бунтовщиками у него не было. Поэтому Спартак со своей плохо экипированной армией представлял значительную опасность. Проведя несколько успешных сражений, гладиатор выдвинул свою армию к Мессианскому проливу, где договорился с келикийскими пиратами, что те доставят их в Сицилию. Но пираты обманули Спартака, и легионы Краса нагнали его. В решающем сражении у границы Апулии и Лукании восставшие были разбиты. Спартак предположительно погиб у реки Силари, тело его не было найдено. Около шести тысяч захваченных рабов было распято вдоль Апьевой дороги от Капуи до Рима, где их тела долго висели в назидание другим строптивцам.